Здравствуйте, с вами снова Андрей, продолжаем играть только в воротилах за Западную Римскую Империю. Значит, первым делом мы с Телихона приводим на, так сказать, на острова здесь, преследуем ютов, надо их вырезать. Мы заходим на территорию варинов, но мне, если честно, на это плевать. Берем дешевых наемничков. Значит, мне, если честно, на это плевать, потому что, ну... Если они объявят нам войну, им же хуже, в общем. Все, что я могу сказать. У нас очень печальная ситуация на Востоке. Что с ней делать, я пока не решил. И знаете что, я поменяю технологию, которую мы исследуем. Дело в том, что вот эти копьеметатели продвинутые, они... Так, по-моему, копьи у них точно такие же, то есть у них такой же урон. Поэтому мы, наверное... Тем более, они медленнее в сражении, то есть они менее мобильные. Вот, поэтому мы, если их будем развивать, то потом. У них в основном ближний бой лучше, но мне это, знаете, не... Копьеметатели я стараюсь ближний бой не бросать, поэтому, в принципе, тут строим строение на улучшение общественного порядка, потому что мы с вами помним, что та ситуация с общественным порядком, которая есть, она временная. То есть у нас практически... Ну, там, в половине провинции он будет снижаться, если ничего не сделать потом. Это у нас связано все с Карфагенским собором. Кстати, вот что касается Карфагенского собора, это как раз к вопросу о разделении церквей. Несмотря на то, что проходил он формально на территории Западной Римской империи, насколько я понимаю, о решении Карфагенского собора они по-прежнему, так сказать, для... Ну, то есть они учитываются и в современной православной церкви, то есть приняли все христиане. Ну, так сказать, по крайней мере, так сказать, неарианцы точно. Ну, что-тоарианцев не знаю. Так, берем, наверное, еще наемничков немножко. Так, строительство мы поставили. Значит, на следующем ходу надо будет, наверное, разбираться с вандалами. Так, назначение мы пока... Так, сколько тут у стелихона? 54 влияния, да? То есть его пока, наверное, назначать нельзя, потому что у этих уродов влияние по 70 с гаком. Да. Да, с стелихоном надо аккуратно. Он может быть попробовать назначить на главного воина, но, наверное, чуть погодя, мне так кажется. Потому что тут главное, блин, не провоцировать, ребят. У них и так тут лояльность от них не десятка, у большинства. У многих меньше. Ну, есть люди, у которых вообще по 5 лояльность. В общем, лояльность надо экономить, я считаю. Хотя, конечно, их можно просто подстранять, понабрать кого-нибудь другого. Тоже, в принципе, вариант. Вообще, вот, что мне не очень нравится в игре, то, что здесь, с одной стороны, конечно, интересно, что учтено, что за отстранение там от армии... Ну, то есть, если вы снимаете полководца, вам дается, точнее, ему дается какой-то трейд, который вам снижает лояльность, там, милость или что-то такое. Вот, но я не очень понимаю, вот, сделали бы какой-то механизм, чтобы я мог нормальный полководца переводить. Потому что, если полководец, например, в какой-то там армии, где полтора бомжа, и так, на нас нападают вандалы. Вандалы идут в последнюю отчаянную атаку. У них имеются пикинеры, и это очень печально. Ну, в принципе, у них стоят покоцанные, похоже, наркоманы. Маркоманы-то старались, вот, поэтому мы, соответственно, сейчас наша задача их вырезать в этом сражении, желательно, чтобы никто из обиженных не ушел, как говорится, в перефразе братьев Стругацких. Ну, в общем... Что я говорил-то? Короче говоря, если, блин, полководца армия полтора бомжа, я хочу его назначить в какую-нибудь хорошую армию, почему он должен обижаться и на что? Я, честно говоря, не знаю. Причем тут милость, если мне его просто надо там, или мне его надо перекинуть из одной армии в другую на другом конце империи. Ну, это уже бред какой-то. Так, ладно. Значит, расстановка у нас здесь классическая будет, копья мечи, так сказать, значит, лучников ставим в раздуманный строй. Значит, встал я сейчас между двумя лесочками, чтобы противника кавалерии имеется, дабы, соответственно, вражеские конницы потеряла чарши, потеряла скорость. Нашу кавалерию мы ставим в резерв, в раздуманном стройку поставим ее, потому что у противника есть и стрелки в достаточно большом количестве. В общем, наша задача ее не слить слишком быстро. Значит, соответственно, переводим наше подкрепление к основной группе войск. Значит, копейщиков, пожалуй, еще по отряду на фланге я поставлю, дабы они могли конницу ловить, если она пойдет в обходной маневр, очень хитрый в кавычках. Так, вроде всех расставили. Значит, тут вот к вопросу в комментариях забыл я, так сказать, ну, в прошлой серии, точнее, не то, что забыл, времени там особенно не было. По поводу, почему римляне так и не смогли покорить Парфию, ну, знаете, это очень комплексный вопрос, и я больше исчерпывающего ответа на него дать невозможно, потому что по Парфии слишком мало данных, на мой взгляд, ну, их просто намного меньше, чем по Риму. Там есть, что сказать, и по Парфии, и по Сосонидам. Я думаю, это не для этого прохождения. Ну, я могу назвать частную причину, так сказать, и могу назвать глобальную причину. Частная причина, вот, сугубо военного характера, то, что Парфяне, так сказать, смогли выдерживать нас в Римской империи, состоит в том, что в формировании в Парфянской государственности принимали участие кочевники, да, хи, да, ну, и, соответственно, в общем, в итоге это все привело к тому, что армия у Парфян была в основном конной, в этом плане Парфяне опередили свое время, то есть, когда, это нельзя сравнивать с временами Александра Македонского, потому что тут, опять же, у кого военные инновации на чьей стороне, вот, во времена Александра фланг придумал его отец, да, ну, ввел, так сказать, ну, по крайней мере, это общепринятая версия, да, вот, соответственно, это была для того времени, можно сказать, военная инновация, вот, так сказать, во времена римлян, римляне не предлагали ничего принципиально нового, ну, кроме организации войск, так сказать, а Парфяне, они, скажем так, шли впереди своего времени в том плане, что, что у них большую, именно, роль в армии стала играть конница, потому что армия античности, это армия пехотная, вот, конница использовалась для разведки и преследования врага разбитого, вот, и римская армия, это пехотная армия, в первую очередь, а в средние века, соответственно, на первые, на первые роли вышла конница, Парфян как раз, тоже, армия была конная, массив, так сказать, было массовое применение кавалерии, то есть, вот, у многих народов, вообще, понимаете, просто, чтобы вы понимали, вот, описывает, например, вот, в Риме-Втором, у германцев, вроде, даже неплохая кавалерия, да, а Тацит, когда описывает германскую конницу, он говорит, что лошади у германцев плохие, и главное, что они не обучены никаким маневром, то есть, просто они гнали их, там, вперед, этих лошадей, все, вот, то есть, сами понимаете, это уже на кавалерию совсем не похоже, так, когорту мы сейчас заводим во фланг к пикинерам, и выводим копиметателей, дабы пикинеров ушатывать, это самые опасные вражеские войска сейчас у нас, пошли, пошли, ребятки, заходим во фланг, так, значит, тут у нас пытается маневрировать вражеская кавалерия, надо, наверное, наши копеечки тоже бежать наготове, но в воду они там стоят, так, переводим на другую отряд, в общем, это сугубо-военная причина, то есть, опять же, в частности, массовая применение курицы Парфяна, ну и причина такая очень общая, очень глобальная, я бы сказал, это цивилизационная причина, то есть, надо сказать, что, по большому счету, вот, Парфя и, соответственно, Сессониды, это уже другая цивилизация, цивилизацию задавить довольно сложно, она обычно разлагается и умирает сама, ну, ее можно, конечно, задавить и военным путем, но это реально очень сложно сделать, то есть, типичный пример, допустим, Украина в 20 веке, там, согласно цивилизационной модели Шпенглера, там пролегает, как бы, цивилизационный разлом, то есть, там встречаются западные, так называемые, православно-славянские цивилизации, вот, и если в советское время, вроде как, ушатываем, например, в стиле, значит, вроде как православно-славянская цивилизация, даже я в курсе отношения к религии в Советском Союзе, но, тем не менее, цивилизация все равно стала той, которая была, потому что все эти гонения на религию реально продолжались в СССР всего лет 20, после чего они закончились, то есть, так сказать, опять же, даже достаточно четко сформулированные и продуманные диалоги и жить цивилизационные устойки достаточно сложно. Вот, то же самое, вот, касательно Украины, вот, казалось бы, западная цивилизация там была в угнетенном состоянии, но она никуда не исчезла, потом, следственно, при получении Украины независимости она взяла, так сказать, реванш, но, с другой стороны, и, так сказать, православно-славянская цивилизация, например, не исчезла, что мы видим в свете последних событий в Востоке, вот, ну и этой страны, ну, в общем, вот, поэтому в глобальном плане, как, понимаете, даже, допустим, римляне причинили бы Парфию, скорее всего, это ничем бы, так сказать, принципиально иным бы не закончилось, то есть, военно-политически, возможно, даже, допустим, если бы Парфия вошла в состав Римской империи полностью, она бы, скорее всего, или стала бы независимой тем или иным путем, или бы, так сказать, отсоединилась там в ходе распада Римской империи, там наверняка сохранилось бы огромное количество свышественных обычаев, то есть, типичный пример того, как очень сложно победить цивилизацию, это греческая цивилизация, которая была Риму вроде как подчинена, но в итоге она фактически взяла реванш в плане своей субъектности, когда появилась Восточная Римская империя, то есть, язык греческий, даже, вы знаете, армия испытывала очень сильное греческое влияние, то есть, влияние фаланговой системы в определенный момент, то есть, это все очень непросто было, и, если, так сказать, что касается варваров, то там цивилизация была совсем, ну, в зачаточном состоянии в определенном моменте времени, да, и их можно было руманизировать, то те народы, где есть своя цивилизация, их руманизировать было, значит, что-то сложнее. Ну, с греками там вот получилась такая определенная синергия, если подумать. Вот, ну, опять же, мы побеждаем вандалов и ушатываем их полностью. Вот, я не показываю, опять же, вырезание вражеских войск, ну и, так, кто-то выжил или никто не выжил, давайте посмотрим. Потому что мне важно их ушатать полностью. К сожалению, выжил один отряд лучников, жалко. Жалко, ну, мы сейчас с этой маленькой армией их уничтожим. В общем-то, вот, такой в конец вандалов. Зря объявили мне войну. Все, что я могу сказать в союзе со свебами. Так, и сейчас смотрим, что нам гунны предложат. Мне что-то очень-очень долго думают. И гунны уходят с нашей территории. Окей, это, это хорошо. Просто, опять же, пусть они приходят хотя бы, когда Акило вырастет. Я не знаю, а то, что... Просто, если я правильно понимаю, сейчас гунны бессмертны. Так. И пикты ушатали мятежников. Ребят, зачем вы это сделали? Не, ну, я понимаю, зачем. А если бы я сжег этот город, а уже у пиктова появилась нестабильность. Вот. Поэтому... Так. Мавра. Ну, что ж. Мавры, вот этим мувом, Мавры подписали себе смертный приговор, а также еще и значительные части других. Фракций, с которыми я мог бы раньше мириться, а теперь не буду. Потому что раз... Раз, такие вот замечательные... О, отлично, отлично. Брак заключен, и наш лучший полководец принят в семью. Отлично. Будем повышать наше влияние. Давайте засеиваемся. Значит, вот это вот, что касается... Что касается Парфи. То есть, покорить ее, в общем, было нереально. Вот, кстати, к вопросу о военном покорении Востока, да, то есть... Держав... Скажите, Александр, когда покорил державу Ахинемидов, ведь нужно понимать, что... Да, границу цивилизации он несколько сдвинул. Тем самым, то есть, эллинистическое влияние распространилось там на Ближнем Востоке, но, опять же, полностью эту цивилизацию не уничтожен. То же самое, как и... Во многих случаях, вот так вот, границы цивилизации несколько смещаются, но... Так, и все, вандалы все. Давай, до свидания. Вот, границы цивилизации несколько смещаются, но полностью цивилизации просто так не пропадают. В общем-то, опять же, то же случай и с Парфией, то же самое. Посмотрел я еще тут на стратегическую карту? Ну, без комментариев, в общем. Ну, точнее, какой? Комментарий один. Че, я должен еще и Восточную Римскую империю спасать, да? То есть, ребята сожгли все. Вот, вот, ну, так сказать, что у нас там на северо-востоке карты, я не знаю. А все, в общем, вся, как бы, провинция Мези, или как она там называлась, Мези, все там сожжено. Че-то мне это совсем не нравится, то есть, у меня нет войс, чтобы спасать Восточную Римскую империю. У меня своих проблем хватает. При том, что часть кочевников, которые должны бы были, скажем так, опустошать Восточную Римскую империю, пришли ко мне. Но нет, они все равно не справляются. Ой, это Аркадий, Аркадий, блин. Дурик полнейший. Просто полнейший. Вот сейчас постараемся ушатать Ютов, дабы у нас за одну серию было минус две вражеские фракции. Проводим ночную атаку, чтобы посмотреть ночной бой хотя бы. Хотя бы раз за компанией. Прикольная карта. Абсолютно ровная. Ну, я думаю, что на вопрос по поводу Парфи я более-менее ответил. То есть, грубо говоря, да, было, так сказать, некоторое смещение границ цивилизации, но не полное, не полное покорение. То же самое, как и римляне, они брали, так сказать, столицу Парфи, но полностью закрепиться в этом регионе не смогли. Ну, а что касается сассанидов, то уже они, так сказать, появились тогда, когда у Рима был упадок. Парфи, естественно, тоже все было не слава богу. Ну, вы знаете, опять же, история Парфи это совсем совсем другая история. С факелом стоят. Ребятки. Значит, ну, что еще можно сказать по исторической справке? Я думаю, можно пару слов буквально сказать о монетной системе, наверное, заключительного периода римской истории. Ну, я сначала хотел, так сказать, громко назвать рассуждениями о финансовой системе, то, вы знаете, это, наверное, будет слишком громко сказано, вот, потому что не все, так сказать, подробности я, честно говоря, знаю. Ну, вообще, мы часто говорим вот на карте компании о том, что там, мы тратим или, так сказать, получаем некоторое количество золотых монет. В принципе, в ранней римской империи действительно золотая монета так и называлась, то есть ауреус, то есть золотой. Вот. Но экономический упадок, он длился очень долго в римской империи и началось, началось такое явление, как так называемая порча монет. Государство занималось мошенничеством, то есть делалось как? просто снижался вес монет, снижалось содержание серебра в монетах, то есть, например, брали какую-нибудь медную монету и просто серебрили сверху. Вот. Ну и, соответственно, из-за этого государство вышла инфляция, происходил общий упадок экономики. в общем, на самом деле, опять же, опять же, это типичное противоречие между небольшим количеством драгоценных металлов в природе и, с другой стороны, необходимостью наращивать объемы денежной массы. это, в общем, общее место для самых разных государств и культур. Вот. В принципе, положение все ухудшалось, ухудшалось. Значит, и, в принципе, единственный, кто сумел каким-то образом стабилизировать, по крайней мере, монетную систему, это был Константин. всем известный, который ввел в качестве основной единицы в Римской империи так называемый солид. То есть, у нас, видимо, те монеты, которые у нас есть на глобальной карте, это и есть солиды. Значит, солид был привязан к фунту золота. Значит, я, честно говоря, не помню, какую долю составлял солид, по-моему, там он что-то был, золотой солид, по-моему, у него масса 4,55 грамма. Вот. И были более мелкие, соответственно, денежные единицы. Насколько я помню, назывались они миллиариси, если не ошибаюсь. И это, по-моему, однотысячная какого-то, Собственно, ну, от слова тысяча вы, наверное, знаете, как бы латинские корни, да? Вот. И была еще более мелкая монета, она называлась как-то на С силиква. На самом деле, опять же, в общем-то, номинал и вес этих монет, он менялся с течением времени. Вот. И опять же, о том, что продолжался упадок экономики свидетельствует то, что монеты стали изготавливаться более грубо, особенно на Западе, как раз у нас, в Западной Вимской Эмпире. Вот. Так сказать, вес и содержание серебра тоже снижалось, но, тем не менее, вот эти солиды, они довольно-таки долго просуществовали и в различных западных государствах, которые пришли на смену Римской Эмперии. В общем-то, так сказать, именно от солидов происходят такие, так сказать, денежные длицы, как Сольда, например, да, вот. Ну, в разных странах там переделали на свой языковой манер название солида, тем не менее, так сказать, долго вот эта довольно сложная и запутанная денежная система Рима, а там, надо сказать, что, опять же, было больше значительно монет, чем, допустим, вот как у нас, там, словно, рубль и копейка или доллар и цент, то есть, единиц всего две, там единиц было значительно больше. Вот. Последний отголосок, наверное, таких систем, это, например, английская денежная система до реформенной, то есть, когда были всевозможные шиллинги, фартинги, пенни, гнии и прочее безобразие. В общем, в древнее время было примерно то же самое. По-моему, какие-то, очень много всяких графических артефактов, потому что факел, по-моему, мои войска отбегают, а факел остается на земле. Ну, да ладно. Пытаюсь окружать противника, задавить ему массой, ну, и наша задача, чтобы особенно никто не сбежал из ютов, потому что я так понимаю, это их последняя армия, значит, надо ее ушатать. Ну что, начинаем атаку. Начинаем атаку, подводим наши войска. Так, конец у нас отрезает противника пути к отступлению. Начинаем кидать наши копья. Ну давайте. О, пошло. Пошло, пошло. Так, вот эти вот топорники, они кидаются топорами, соответственно, это мне, честно говоря, не очень нравится. Вообще, конечно, довольно смешно выглядит, что они, как и американские индейцы с томагахками, что ли? У них комплект запасных топоров? Ну не знаю. Метатель топоров. Просто топор это же не дротик, и много топоров с собой не потаскаешь. А у топорников, как видите, у них еще и боезапас, как я понимаю, не единица. То есть у них даже не два топора, у них больше. Три или четыре. Довольно забавно это выглядит. Так, у кого у них тут хуже броня? Ну ладно, давайте по топору смайем, поводим кавалерию. Ну, в общем, противник сминается, тут, собственно, вопросов особенно по ходу битвы нет. У нас, наверное, сольются какие-то маленькие отряды, может было их, конечно, объединить. Честно говоря, путь на этих бомжей. Единственное, кого может быть действительно стоило объединить это метателем. Ну, да ладно. Что сделаем, то сделаем. Так, давайте это пилом метайте в спину вражескому начальнику пусть он билет. Так, начальник сливается. Ну, давай, давай, давай. Так, отводим наших метателей. Вот что хорошо, они достаточно быстро бегают. Их не все могут догнать. Ну, кое-кого догнали, конечно. ладно. Какой ужас. Какой пафосный советник. Так, ну, вражеский пауковой суббит. Это не может не радовать. Что ваших советов, что мне делать с Восточной Римской империей? Может быть, организовать туда экспедицию, а то Константинополь, Васань, все сожжено кругом. В общем, жесть какая-то просто. Не хватало мне еще потерять моего торгового партнера, потому что если они упадут, у меня же там, по-моему, сколько там, пять тысяч, что ли, идет. Окей, победа, опять же, вырезание я показывать не буду. Решительная победа. Да, ну вот вражеский купиметатель, конечно, не стреляли некоторое количество народа. Так, иютов мы не убиваем, да? Стоп. Так, мы обращаем в рабство, потому что да, и мы их, по-моему, не убиваем сейчас. Надо будет проверить по стратегической карте. Так, смотрим. Твою налево, а? Твою налево. Что ж, мне за ними по всей Скандинавии гоняться, что ли? Так, встаем лагерем, дабы не нести небоевых потерь, дополнить его, и мой. Да, печально. Я-то думал, что я сейчас их добью, и все. Но нет. Кстати, да, там же, по-моему, у этого типа короны не было, или была, я забыл. Не обратил внимания, на самом деле. Так, что бы ему прокачать-то, нашему стелекончику? Ну, он у нас, соответственно, чисто, чисто боевой товарищ, мы его в губернатор, в губернаторские штуки не качаем. Берем защиту для наших солдат. В общем, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока.